Это противотанковое орудие Это противотанковое орудие сняли с производства из-за слишком большой бронепробиваемости. Уникальный случай в истории артиллерии, тем более, если учесть, что шел первый год Великой Отечественной войны. Пушка Василия Грабина, ЗИС-2, в фильме «Оружие». Гражданская война в Испании 1936-1939 годов показала, что советские танки БТ и Т-26 несут тяжелые потери от огня немецких противотанковых пушек калибра 37 мм. Финская война подтвердила этот печальный опыт. Однако появилось исключение из него. В боях принял участие опытный экземпляр танка КВ. Его противоснарядное бронирование оказалось не по зубам противотанковой артиллерии противника. Опираясь на опыт боевых действий в Финляндии зимой 1939-1940 годов, Главное артиллерийское управление Красной Армии сформировало заказ на производство мощной, но легкой и маневренной противотанковой пушки. В упрощенном виде задача звучала следующим образом. Новое орудие должно быть сильнее наших же танков. При этом имелся в виду самый мощный советский танк КВ-1 с броней толщиной до 95 мм. Выдавая такое задание, советское военное руководство исходило из того, что новые советские танки с толстой броней стали известны генеральному штабу вермахта, и немцы наверняка предприняли ответные меры. Последние данные советской военной разведки подтверждали, что вермахт не только принял на вооружение тяжелые машины с противоснарядным бронированием, но и активно наращивал их численность в войсках. На эту дезинформацию купились и Кулик, и другие руководители, и Ворошев, и другие руководители Красной Армии. И срочно потребовались создать мощные противотанковые пушки. Реальность была совершенно иной. К 1940 году Германия не имела тяжелых танков, кроме опытного многобашенного Нойбауфарцейк, выпущенного в трех экземплярах. Но германские спецслужбы при помощи Министерства пропаганды доктора Геббельса провели очень умелую кампанию дезинформации. Неудачная экспериментальная машина была выдана за мощный серийный танк «Панцер-5» с противоснарядным бронированием. Блеф удался и в немалой степени потому, что Советский Союз сам разрабатывал и выпускал такие машины. Создание нового советского противотанкового орудия было поручено конструкторскому бюро Василия Грабина. Грабин Василий Гаврилович, выдающийся конструктор артиллерийского вооружения, генерал-полковник технических войск, доктор технических наук, герой социалистического труда. Годы жизни 1900-1980. Автор конструкции десятков полевых, противотанковых, береговых, зенитных и других пушек, гаубиц, минометов, орудий большой мощности. Грабин был готов к выполнению задачи любой сложности. К этому времени он создал крепкий конструкторский коллектив. У него лучше, чем в любом другом КБ, была налажена организация труда, и в его распоряжении имелось лучшее в Советском Союзе опытное производство. Но и в этот раз не обошлось без проблем. Инженеры уже начали работу над чертежами, а технического задания на разработку проекта и создание опытного образца орудия долго не было. Проведенные в конструкторском бюро исследований показали, что оптимальным будет калибр 57 мм. Это позволяло получить небольшую по габаритам и массе противотанковую пушку, что повышало ее скрытность и мобильность. Правда, после 1917 года калибр 57 мм в артиллерии Красной Армии не использовался, что ставило промышленность перед необходимостью быстро освоить выпуск новых боеприпасов. Техническое задание Грабин получил лишь в сентябре 1940 года, когда работы были в самом разгаре. В основу проекта была положена схема 76-мм полковой пушки F-24, которая успешно прошла полигонные испытания и показала высокие характеристики. Новое противотанковое орудие было создано в предельно сжатые сроки. От момента появления первых чертежей до начала серийного производства прошло всего пять месяцев. В мае 1941-го противотанковая пушка, получившая обозначение ЗИС-2, стала поступать на вооружение Красной Армии. Ее производство было освоено сразу на трех артиллерийских заводах. Пушку выпускали с 1 июня по 1 декабря 1941 года. Противотанковая пушка образца 1941 года, ЗИС-2. Калибр 57 мм. Длина ствола 73 калибра. Начальная скорость снаряда от 700 до 1250 метров в секунду. Масса в боевом положении 1250 килограммов. Максимальная дальность стрельбы 8,4 километра. Скорострельность до 25 выстрелов в минуту. Дальность прямого выстрела 1120 метров. Бронебойный снаряд ЗИС-2 на расстоянии до километра пробивал 10-сантиметровую броню. С началом Великой Отечественной войны стало ясно, что у этой пушки на поле боя нет достойного противника. Даже на больших дистанциях, свыше полутора километров, обычный, а не бронебойный снаряд, пробивал любой немецкий танк насквозь. При этом члены экипажа нередко оставались жилы. Важные агрегаты бронированной машины не были поражены. В результате танк сохранял боеспособность. Кроме того, производство 57-мм выстрелов налажено было плохо. И ЗИС-2 рисковали остаться без боеприпасов. Осколочное действие снарядов этого калибра также оставляло желать лучшего. Наконец, заводы сталкивались с большими технологическими трудностями при изготовлении ствола такой большой длины. По этой причине стоимость ЗИС-2 вчетверо превосходила стоимость дивизионного орудия. А обстановка на фронтах требовала массового выпуска. До конца 1941 года на вооружение Красной Армии поступило около 400 противотанковых пушек ЗИС-2. Затем их производство было остановлено. Формулировка главного артиллерийского управления Красной Армии звучала так. Из-за избытка мощности при отсутствии соответствующих целей. Случай, когда противотанковую пушку в разгар войны сняли с производства из-за слишком большой бронепробиваемости, является беспрецедентным в истории мировой артиллерии. Понимая, что потребность в таких орудиях рано или поздно возникнет, руководство завода, где базировалась КБ Грабина, издало приказ, который предписывал все незавершенные в производстве стволы ЗИС-2 собрать и законсервировать. Всю технологическую оснастку и техническую документацию сохранить. С тем, чтобы при первой необходимости вновь немедленно развернуть производство. С принятием на вооружение вермахта танков «Пантера» и «Тигр», которые имели противоснарядное бронирование, ситуация резко изменилась. «Сорокопятки», которые были основным орудием советских истребительно-противотанковых частей, оказались не в состоянии бороться с новыми немецкими машинами, которые на фронте называли «кошками». Танк «Пантера» первых модификаций имел лобовую броню толщиной 85 мм, «Тигр» — 100 мм. Советские танки Т-34-76 образца 1943 года имели лобовую броню толщиной 47 мм, КВ-1 — 75 мм. Весной 1943 года после поражения Красной Армии под Харьковом на Советско-Германском фронте наступило трехмесячное затишье. Руководство страны предприняло срочные меры по возобновлению производства пушки ЗИС-2. Было принято постановление Государственного комитета обороны, и уже в июне эти орудия стали поступать в войска. Теперь они носили название 57-мм противотанковых пушек образца 1943 года. По сравнению с предыдущей моделью, орудия получили модифицированный затвор, было освоено производство новых боеприпасов, в том числе подкалиберных. Повысилась технологичность производства. Вместо двух тысяч деталей в пушке образца 1941 года их количество уменьшилось до 1300. Благодаря наличию «Ресор» ЗИС-2 можно было перевозить механической и конной тягой с максимальной скоростью передвижения по шоссе до 50 км в час. К началу Курской битвы три артиллерийских полка на Центральном фронте имели на вооружении пушки ЗИС-2. Именно эти орудия стали самым эффективным средством борьбы против модифицированных «Панцер-4», «Пантер» и «Тигров». В период 1943 по 1945 год было выпущено более 9,5 тысяч противотанковых пушек ЗИС-2. Также стоит отметить, что ЗИС-2 была первой советской пушкой, смонтированной на серийной самоходной артиллерийской установки. Осенью 1941 года качающаяся часть орудия со щитовым прикрытием была установлена на шасси легкого бронированного артиллерийского тягача «Комсомолец». Полученная самоходка ЗИС-30 была хорошо встречена в войсках из-за высокой бронепробиваемости пушки и возможности передвигаться своим ходом. Всего было построено около ста таких самоходок. В конце 1943 года 57-мм противотанковой пушкой заинтересовались союзники СССР по антигитлеровской коалиции. Получив в свое распоряжение несколько экземпляров ЗИС-2, англичане и американцы провели полный цикл испытаний и дали превосходную оценку орудию. До сих пор пушка находится на вооружении армии нескольких стран мира. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok